Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елена Бобкова и главные выпуски. Занимают очередь в шиномонтажке за несколько дней. Водители переобувают авто. В регионе выпал первый снег. В Омске продают зараженный картофель. А откуда картошка вообще? Это новомка. Чем опасен продукт и как его распознать? Вывели на чистую воду снег. В нем есть и свинец, и серый, и азот. А мечи выиграли федеральный конкурс экологов. Что еще готовятся протестировать в школьной лаборатории? В Омске пошел первый снег. Сначала город накрыло дождем, но уже через полчаса осадки сменили белые хлопья. Впрочем, они практически сразу тают. Поэтому о снежном покрове говорить пока рано. В регион тем временем идет похолодание. Уже сегодня днем синоптики прогнозируют от минус одного до плюс четырех. Также возможен и мокрый снег. Температура продолжит понижаться. По сведениям гидромедцентра столбики термометров могут опуститься до минус семи. Тем временем у шиномонтажных мастерских образовались очереди. Автовладельцы массово меняют летнюю резину на зимнюю. Чтобы сэкономить время, советуют записываться заранее. На многих СТО списки сейчас переполнены. Свободные места могут предложить только через два-три дня. Между тем, госавтоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. На дорогах возможен гололед, особенно в утренние и вечерние часы. В регионе сегодня стартовал международный форум социального предпринимательства «Инасип». В этом году он проходит в новом формате. Впервые площадки работают в интерактивном режиме, то есть без спикеров. Все происходящее транслируется онлайн, в том числе и в социальных сетях. Своим опытом поделятся эксперты из Египта, Казахстана и Кореи. Форум проводят уже девять лет. Сегодня социальное предпринимательство – это один из брендов Омского региона. У нас почти две с половиной тысячи предприятий. Программа нынешнего форума рассчитана на несколько дней. Участников ждут мастер-классы, выставки проектов, кейс-зоны и работа творческих лабораторий. О мечам, возможно, продают зараженный картофель. Речь не о больших супермаркетах, а о нелегальных продавцах. Сейчас карантин по картофельной нематоде объявлен в нескольких районах области. Однако подпольщиков это не останавливает. Они продолжают торговать. Нематода – это микроскопический червь. Вредитель для здоровья людей не опасен. Однако может оставить без урожая весь регион. Юлия Думанова продолжит. Верия, не хочу. Продукция на этой точке, видимо, бесплатная. Покупатель наедине с товаром, а продавец подался в бега. Восточный рынок в Амурском поселке. Торговля заканчивается в разгар рабочего дня. Продавец спустился на утек, как только инспекторы Ростельхознадзора показались в поле зрения. А этот бизнесмен для ревизоров подготовил душесчипательную историю. Якобы на него напали хулиганы, избили и отобрали документы на картофель. Еще один уверяет – их забыл. У меня дома садахмет. А откуда картошка вообще? Это новомка. Эта картофель потенциально опасна. Именно в Нижнеомском районе, еще в Черлакском, Большереченском, Тарском и Теврисском в этом году выявили очаги заражения картофельной нематомы. На вид зараженный клубень ничем не отличается от нормального. Выявить заразу невооруженным взглядом невозможно. Нужно лабораторное исследование. Нематомы – это микроскопический червь. Здоровью людей не вредит, даже на вкусовые качества не влияет. Но может оставить без урожая потери до 100%. Усыхание картофеля от корней к верхушке – образование многочисленных мелких клубней, так называемая бородатость картофеля. Представьте себе, что посадили ведро картошки, а выкопали половину ведра картошки. Стоит посадить хотя бы один зараженный клубень, как болезнь поразит весь участок. Передается через точные воды и даже ветер. На обуви человека, лапах животных, колесах техники. Впрочем, покупатели это, видимо, не пугает. У них же нет разрешения. Отойдите, пускаем. Возможно, эта картошка больная. Вас это не смущает, что она, возможно, больная? Нелегальным продавцам специалисты Россельхознадзора выписывают штрафы. От 350 до 500 рублей – стоимость одного мешка картофеля. И выручка покрывает убыток. Торговля продолжается. Поэтому инспекторы просят омичей спрашивать документы и не покупать у нелегалов картофель, ведь он может уничтожить урожай, при том всей области. Юлия Думанова и Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Омичи смогут оплачивать коммунальные услуги по одной квитанции. Платежи объединит общий бланк. Его разработали в федеральном Минстрое. Нововведения рассмотрят депутаты Госдумы. Квиток заменит как минимум 5-6 платежек. Как планируют специалисты, единый документ сделает расчеты более прозрачными и повысит собираемость платы за коммуналку. Поможет новая система и снизить общую задолженность омичей перед ресурсными организациями. Сегодня она составляет 565 миллиардов рублей. Почти тысячи омичей выразили желание стать лидерами России. С начала регистрации на третий конкурс управленцев прошло меньше двух недель, а уже поступило более 100 тысяч заявок, в том числе 995 от жителей Омской области. Принять участие могут граждане любой страны не старше 55 лет, владеющие русским языком и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Участникам младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта на руководящей должности. Регистрация продлится до 28 октября. Конкурс проходит в 4 этапа. Это онлайн-регистрация участников, дистанционный этап, очные полуфиналы и суперфинал. Победители получат образовательный грант, миллион рублей и шанс поработать с опытным наставником. В прошлом сезоне лидеров России в их число входил и губернатор Омской области Александр Бурков. О светских вечерах столицы Белой России, первых кинотеатрах и одном из наиболее известных преступлений в судьбе послевоенного города. Самые значимые страницы в истории Омска объединили в одной книге. Ее презентация пройдет сегодня в Краеведческом музее. Автор издания «Сто истории об Омске» местный историк Сергей Наумов. Состоит сборник из очерков, посвященных знаковым личностям и событиям жизни города Омска на протяжении трех веков с 1716 по 2016 годы. В книге большое количество иллюстраций. Сейчас это самое актуальное издание научно-популярного характера, посвященное омской истории. Из Омска вывезли 800 камазов мусора. Таковы итоги месяца благоустройства. В субботниках поучаствовал каждый десятый житель города. Всего более 100 тысяч человек. Самыми активными оказались и жители Советского, Центрального и Ленинского округов. На территориях не только убрали мусор, но и посадили деревья. Это березы, сосны, ели, шаровидные ивы и яблони. Омские школьники стали лучшими на всероссийском конкурсе «Настар ТК-отряд». Итоги подвели в Москве. С высшей 7,5 сотен экологических дружин прислали на конкурс работы, посвященные мониторингу и защите окружающей среды, переработки отходов и экотуризму. Учащаяся Омской 30-й школы заняла первое место в номинации «Экологическое исследование». Изучали о мечи снег, точнее уровень его загрязненности. Денис Жарков встретился с юными экологами и узнал, почему этот проект действительно актуален. Здесь раствор талого снега при соединении с эдидом калия будет выпадать осадок желтого цвета. Насмотревшись на поедающих снег и хрустящих сосульками малышей, экологи из 30-й школы решили провести исследование. Мутная жижа в баночках, прошлогодний снег. Юные химики, что называется, вывели его на чистую воду. Изменение цвета в ходе реакции объясняется содержанием свинца из автомобильных выхлопов. Это лишь один из компонентов тошнотворного коктейля. Шесть месяцев у нас снег лежит на территории города Омска. Его загрязняют. Как заводы загрязняют, так и машин. Машин стало намного больше. Также у нас есть места выгула собак. За собой никто не убирает. И оно все остается на снеге. А дети, проходя, берут снег, первый попавшийся, употребляют в пищу. На самом деле, талый снег, он очень вреден, поскольку в нем есть и свинец, и серы, и азот, и, в принципе, какие-то остаточные загрязнения. И эти эксперименты как раз-таки это и показывают. Старшеклассники должны посчитать памятки о вреде снега и раздали их младшим школьникам, чтобы больше не тянули в рот всякую гадость. Исследование юных амичей получило высокую оценку на всероссийском уровне. Проект занял первое место на конкурсе на старт ЭК-отряд, организованном российским движением школьников. Церемония награждения прошла в Москве. Также для ребят организовали лекции на тему экологии и экскурсии. Сейчас в 30-й школе думают над новым проектом. Он будет связан с сортировкой и переработкой мусора. Продолжат исследования по снежной теме. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. Серебряные волонтеры большеречи расширяют сферу деятельности. Активные пенсионеры организуют спортивные группы и кружки по интересам. В числе особенно популярных занятия по скандинавской ходьбе. Сегодня в рядах спортсменов несколько десятков пожилых людей. Многим за 60. Встречаются по три раза в неделю. Исключение не делают даже в дождь и морозы. А каждое занятие стараются разнообразить новыми упражнениями. И если раньше идеи подкидывал тренер-профессионал, то теперь, освоив компьютерную грамотность, новинки для занятий, спортсмены почтенного возраста ищут в интернете. Два занятия он с нами провел. А потом я зашла в интернет, посмотрела, еще там поизучала все. И начала вести. Организм требует, чтобы ты держал себя в тонусе. Супер. А эффект есть? Вы же сами сказали, неужели 71? Ну вот, в том и заключается. Организуют волонтеры и собственный досуг. Вместе занимаются рукоделием. Вяжут, вышивают, помогают и односельчанам. Организовали своего рода детский сад на час. Оборудовали игровую комнату, где совершенно бесплатно, под присмотром опытных взрослых, в прошлом учителей или воспитателей, малыши могут находиться в течение часа. Например, пока мама ходит по магазинам. Омский паралимпийц Александр Кузюков сегодня встретится с будущими моряками. На вопросы студентов Института водного транспорта чемпион мира ответит в рамках проекта «Диалог на равных». Расскажет о перспективах работы в нашем регионе, а также поделится секретами успешной спортивной карьеры. Сразу после окончания колледжа Кузюков получил серьезную травму позвоночника. Но инвалидность не помешала ему стать одним из сильнейших фехтовальщиков планеты. Сегодня в его копилке десятки золотых медалей. Что касается федерального проекта «Диалог на равных», он реализуется с 2017 года. Историями своих успехов с российскими студентами и школьниками делятся знаменитые политики, деятели искусства, спортсмены и общественники. Сильнейшие молодежные сборные США, Канады, Швеции, Финляндии и Чехии сыграют в хоккей в Омске. Стало известно предварительное расписание игр молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году. Матчи проведут в Новосибирске и Омске. В нашем городе фанаты смогут следить за игрой практически всех иностранных команд. А вот российская сборная выйдет на лед в соседнем регионе. Там же пройдут и полуфиналы, и финалы. Впрочем, официальное расписание еще будут дорабатывать, так что вполне возможно, что в нем будут изменения. Напомню, к 2023 году в Омске возведут гостиницу, запустят 4 чартерных рейса в Новосибирск, а на месте арены Омск построят новый ледовый дворец. Тем временем Илья Михеев продолжает штурмовать НХЛ. Он забросил третью шайбу в сезоне, вновь показав свою феноменальную скорость. В матче против Вашингтон Кэпитолс Михеев вышел один на один с голкипером столичных Ильей Самсоновым и не оставил шансов экс-фратарю магнитогорского Металлурга. Отличился Михеев уже в середине первого периода. Однако эта шайба не позволила Торонто выиграть. Вашингтон оказался сильнее 4-3. Таким образом, в 8 матчах сезона Михеев набрал 6 очков по системе гол плюс пас и заработал показатель полезности плюс 5. Главный тренер Торонто Мэйк Бэбхок доволен игрой омского форварда. Партнеры, в частности защитник Джейк Мазин, отметил, что Михеев трудолюбив и умен и является замечательным товарищем по команде. Укрепят иммунитет и порадуют разнообразием вкусов. В Омск привезли новые целебные сорта мёда. Десятки видов полезного продукта можно приобрести на традиционной выставке продажи мёда, которая проходит в эти дни сразу на трёх площадках. Мёд из Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Мечи уже успели оценить его вкус и качество. Подробности в нашем материале. Цветочный, лесной, разнотраве. Этот богатый выбор янтарного лакомства, в том числе и самые редкие сорта, привезли на ярмарку мёда пчеловода из нескольких регионов. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Особого внимания заслуживают новые сорта мёда, например, с добавлением вытяжки из целебных трав или ягод. Не обошлось и без приятных сюрпризов для покупателей. Все дни работы ярмарки будет действовать специальная акция. Действует акция при покупке килограмма любого мёда. Килограмм цветочного мёда идёт в подарок. Мы привезли более 20 сортов мёда. Я сейчас советую всегда покупать мёд с прополисом, потому что это природный антибиотик, который убивает любое воспаление в организме. Попробовать и выбрать мёд по своему вкусу омичи могут сразу на трёх площадках. Выставка продажа проводится с 16 по 21 октября в ДК имени Молунцева по адресу проспект Мира, 58. В торговом доме Корона на улице Богдана Хмельницкого остановка ДК имени Баранова. А также в экспоцентре остановка «Континент». Никита Гайдаш, Илья Яковленко, 12 канал. И о погоде. Спорцы прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня, 17 октября, по области в Омске облачно, дожди и мокрый снег. Температура воздуха в районах днём плюс один. В Омске днём термометры покажут 0,1 градус со знаком плюс. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Только до конца октября. Купи теплицу и получи парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. На этом пока все новости. Далее на 12 канале программа Плей. Увидимся в 14 часов. Субтитры подогнал «Симон»!